9 признаков того, что в вашем доме завелась токсичная плесень. Плесень на фруктах или хлебе легко заметить, а вот плесень, растущая в доме – отнюдь. Если вы плохо себя чувствуете и испытываете различные симптомы, которые не можете объяснить, стоит уточнить, не является ли плесень причиной вашего недомогания. Это будет неудивительно, ведь во многих домах стены плесневеют незаметно. Если не хотите пускать свое здоровье на самотек, не переключайтесь и не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы присоединиться к нам на яркой стороне жизни. Номер 9. В вашем доме стоит странный запах. Раньше у вас дома всегда приятно пахло, но в последнее время вы стали замечать странный запах и маскируете его ароматическими свечами и освежителем воздуха. Перестаньте его скрывать и принюхайтесь. Пахнет влажностью? Возможно, вам уже знаком запах плесени. Она пахнет, как пара мокрых носков или плохо высушенной купальни. Разрастаясь, плесень выпускает летучие органические соединения, которые издают особенно острый запах. Принюхайтесь в разных углах дома. Если почуете влажность, берите след. Номер 8. Вы постоянно кашляете. Вы не курите, не страдаете астмой, не простужены. Так почему тогда у вас не проходит кашель? Стахибод рисхартарум. Это черно-зеленая плесень, токсичная для людей и животных. В отчете Института медицины от 2004 года указано, что плесень может быть источником проблем с верхними дыхательными путями, а также причиной хронического кашля. Кроме того, она может приводить к раздражению глотки, одышке и хрипу. Такая плесень выделяет микотоксины, которые наносят повреждения клеткам вашего тела. Когда легкие замечают раздражающие споры в организме, они заставляют вас кашлять в попытке избавиться от нарушителей. Номер 7. У вас болят мышцы. Воздействие микотоксинов черной плесени может также сказаться на мышцах и суставах. Синдром системного воспалительного ответа. Это заболевание, вызываемое плесенью. Врачам с трудом удается его диагностировать, поскольку оно очень похоже на другие болезни, такие как фибромиалгия. В 2013 году доктор Джозеф Брюер, специалист по инфекционным заболеваниям, сообщил, что у 92% его пациентов, которым поставили диагноз фибромиалгия, на самом деле были найдены плесневые токсины. Если у вас имеется данный синдром, то вы можете испытывать различные симптомы. Со стороны мышц они включают ригидность, боль в суставах, покалывание, острую боль, судороги и слабость. Номер 6. У вас на стенах пятна. У плесени бывают разные проявления. Она может выглядеть как следы на стене, потемнение, темные кольца или пятна. Следы не всегда черные, они также могут быть зеленые, рыжие, коричневые и белые. Если на ваших стенах появляются следы повреждений от воды, это необходимо проверить. Найдя давние следы ущерба от воды в своем доме, можете быть почти уверены, что плесень уже образовалась. Плесень и влажность обычно идут рука об руку. Главное помните, что даже если на ваших стенах видно лишь совсем немного плесени, стоит провести тщательный осмотр, поскольку грибок мог разрастись на другой стороне стены, где вы его не видите. Номер 5. Ваши сезонные аллергии хуже обычного. Плесень часто вызывает симптомы, похожие на сезонную аллергию, а пока люди списывают все на нее, плесень продолжит разрастаться по дому. Аллергия неприятна сама по себе, но плесень ее усугубляет, поскольку у аллергиков ослабленный иммунитет. Они с большей вероятностью испытывают негативное воздействие плесени в доме, чем люди без аллергии. Если у вас никогда не было аллергии или в этом году она вдруг особенно разыгралась, поищите в своем доме плесень. Номер 4. У вас астма. Исследование, проведенное в 2011 году и опубликованное в журнале «Аналы аллергии», «Астмы и иммунологии», выявило, что если годовалый ребенок испытывает воздействие плесени в доме, то у него больше шансов заболеть астмой к 7 годам. Контакт с плесневым грибом с ранних лет может спровоцировать развитие астмы у детей, генетически предрасположенных к ней, но также коснуться и тех, кто генетически не предрасположен. Если вы уже страдаете от астмы, плесень может запустить симптомы. Если же у вас есть астма и также имеется аллергия на плесень, это крайне опасное сочетание. Организм может ответить аллергической реакцией, вызвав спазм дыхательных путей и необходимость скорой помощи. Номер 3. Вы заметили странную сыпь на теле. Плесень влияет не только на носовые пазухи. Люди с аллергией на плесень могут наблюдать у себя покраснение на коже и постоянный зуд. Среди самых сильных аллергических реакций – сыпь и нарывы. Вы же знаете, что нельзя чесаться, если с вами происходит подобное, правда? Расчесав сыпь, вы рискуете повредить кожу и поставить себя под угрозу инфекции. Кожная сыпь появляется потому, что организм распознает вредоносные субстанции и отвечает аллергической реакции, вырабатывая большое количество антител в попытке защитить вас. Антигистаминные препараты помогают контролировать симптомы, но последние не пройдут, пока не будет устранен раздражитель. Номер 2. Вы стали забывчивы. Например, для вас стало очень трудно запомнить простые вещи вроде того, где вы оставили ключи, или сконцентрироваться на одной задаче. Плесень может в некоторой степени привести к умственной усталости, дезориентации и забывчивости. В 2014 году ученые из городского Университета Нью-Йорка провели исследование, в рамках которого подвергли мышей воздействию спор черной плесени. Через три недели у мышей начались проблемы с памятью и повысился уровень тревоги. Также оказалось, что споры вызывали воспаление в мозгу, в частности в гиппокампе – участке мозга, отвечающим за память. И, что самое неприятное, среди наиболее серьезных побочных эффектов – потеря долгосрочной памяти, бессонница, тревожность и спутанность сознания. Номер один. У вас постоянно раздражены глаза. Если ваши красивые глаза в последнее время постоянно красные, их раздражение может быть вызвано плесенью. Распространенные в воздухе споры находят прямой путь в ваш организм через глаза. Химические соединения плесневого гриба раздражают слизистые оболочки глаз, воспаляя их, и к этому нельзя относиться с пренебрежением. Воспаленные глаза краснеют, что вызывает расплывчатость зрения и впоследствии чувствительность к свету. Кератит и конъюнктивит – частые болезни, вызываемые плесенью. Если эти симптомы вам знакомы, то как можно убедиться, что они вызваны плесенью? Вы можете просто сдать общий анализ мочи на определение микотоксинов в организме. Если они присутствуют, врач направит вас на верный путь к выздоровлению. Что можно предпринять при подозрении на наличие плесени в вашем доме? Закажите анализ у специализированной компании. Специалисты смогут обследовать все ваше жилище и достать туда, куда вы забраться не можете. Если вы уже нашли плесень, профессионалы подскажут вам ее тип и способы устранения. Если же вы понимаете, что плесень действительно стала причиной вашего недомогания, будет полезно сходить к врачу. Еще один способ – удостовериться, есть ли в вашем доме плесень. Понаблюдать, становится ли вам лучше на работе или вне дома. Это может вам ясно подсказать, что дома вы не в безопасности. Плесень может подорвать ваше здоровье, так что будьте осторожны. Заражение дома – это одно, но когда под угрозой ваше благополучие, пора принимать серьезные меры. При малейшем подозрении на плесень в доме не мешкайте, особенно если у вас маленькие дети. Хорошая новость в том, что 75% людей генетически невосприимчивы к плесневой токсичности, но все же лучше перестраховаться. Ну что, дорогие зрители, замечали ли вы симптомы, которые могла вызвать плесень? Расскажите нам в комментариях. Не забудьте поставить лайк, поделиться этим видео с друзьями и подписаться на наш канал, чтобы оставаться на яркой стороне жизни.